Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджи Димы, канал о море и красоте, а также о бумном шопинге. Это видео для меня сложное. К этому видео я достаточно долго, что называется, морально готовилась, но буду записывать его спонтанно, потому что поняла, что иначе вообще его не запишу. И посмотрю на количество просмотров, прежде всего, если это видео будет популярно среди моей аудитории, для которой я его и записываю, которая об этом видео попросила, я запишу, скажем так, продолжение, потому что обязательно не войдет что-то, потому что тема сложная, тема очень обширная. Это стайл, то, как стоит одеваться, то, как одеваются непосредственно итальянки. Сейчас я расскажу, безусловно, свое видение, как я буду сама одеваться, как бы я одела женщину, которая бы обратилась ко мне за помощью, за советом, если бы ей было. И вот здесь моя первая проблема. Проблема заключается в том, что я не вижу, не могу определить женский возраст. Я на самом деле, когда вижу прям-таки девчонок-школьниц, я понимаю, что они гораздо моложе меня, но когда я вижу в паду девчонок-студенток, которым, возможно, 25-26 лет, то я почему-то себя ощущаю по возрасту примерно с ними. Также, когда я вижу женщин старше, я просто вижу, что они старше меня. Я не задаюсь вопросом, сколько им лет. И, соответственно, мне очень сложно и на глаз определить, сколько им лет. И по большому счету, я себя очень часто чувствую с ними, что называется, на одной волне и одного возраста. Потому что, если женщина улыбчивая такая же, как я, то я и чувствую, что мы действительно одного возраста одинаково смотрим на жизнь. Поэтому женский возраст для меня тема очень сложная, потому что я не придаю никакого значения женскому возрасту. Я придаю значение в том, что касается манеры одеваться, конечно же, то, насколько мы смогли сохранить гибкость стана. И вообще, это на самом деле совершенно не важно. Начинаем мы набирать лишний вес и видоизменяться. Что такое видоизменяться? Прежде всего, осанка у нас меняется, походка из-за этого меняется. Это может случиться и в 25 лет. Соответственно, женщина, которая в 25 лет набрала несколько лишних килограмм, у нее изменилась осанка, у нее изменилась походка, у нее поменялся взгляд, у нее, возможно, поменялась даже мимика. То есть, она меньше улыбается, меньше хихикает. Соответственно, она уже в 25 лет ограничена, возможно, больше той женщины, которая сохранила легкость походки, возможно, даже имеет какие-то лишние килограммы. Но, в общем-то, транслирует прежде всего самой себе, а также окружающим ее людям, кто на нее смотрит, демонстрирует, скажем так, некое легкое отношение к жизни, которое, безусловно, свойственно молодости. И вот эта женщина более старшего возраста, она будет менее ограничена в том, что ей носить. Поэтому, дорогие зрительницы, первое, что я хочу сказать, что возраст это действительно очень и очень относительно. По крайней мере, здесь, в Европе. Возраст женщины – это просто возраст женщины. Бонжорно. Бонжорно. Хочу сразу сказать по поводу ярких цветов. Итальянки в возрасте, итальянки старше меня совершенно точно носят яркие цвета. Они носят также красную помаду. И выглядят они прекрасно. Я очень и очень за яркие цвета. Как раз-таки на стайле 50+, 60+, и 70+, в том числе. Потому что это смотрится очень красиво. Потому что это дает, опять же, некий посыл в общество, что женщина украшает себя. А это очень женственно, это очень красиво всегда. И плюс, на самом деле, в определенном возрасте нам нужна большая яркость. Нам нужен более яркий макияж, более отчетливый макияж, более графичный макияж. Это, безусловно, макияж возраста, возможно, 50-60+. Но и также нам нужны яркие цвета у лица, прежде всего, у лица. Обратите внимание на итальян, на которых я смогла заснять. Но их было гораздо, гораздо больше. Это ярко-зеленый цвет у лица, это ярко-красный цвет у лица, это ярко-желтый цвет у лица, если итальянке такой цвет идет. Как одеваются итальянки, которые старше меня? Давайте в этом видео я буду так называть сеньор, который действительно старше меня. Они одеваются двумя совершенно отчетливыми способами. Первый способ и первый стиль, он по большому счету ничем не отличается от моего. Единственное, что я, например, тяготею больше классики, но есть итальянки, и я иногда тоже так одеваюсь, которые одеваются, скажем так, достаточно спортивно. Что это значит? Это значит брюки, укороченные обязательно. Это значит пальто, поскольку мы выходим на осенний сезон. Давайте я буду говорить про осенний сезон, про уже прохладную погоду. Это пальто до середины бедра. Внимание! Очень многие блогеры объявили пальто до середины бедра немодным. Но пальто до середины бедра, которое я сама не ношу, которое у меня есть в нескольких количествах, но которое я просто не очень стилистически люблю. Я больше люблю другие пальто, считаю, что меня они больше украшают. Так вот, пальто до середины бедра абсолютно популярно и очень и очень идет как раз таки возрастному стайлу. Почему? Потому что пальто до середины бедра, как правило, обладает очень прямым кроем. И, как правило, итальянки носят его внимательно расстегнутым. Для того, чтобы носить пальто, любое расстегнутое, достаточно под пальто надеть какой-нибудь теплый свитер, который в определенном возрасте уже может действительно полнить, либо при определенной фигуре. Надевайте самый обычный тонкий-притонкий пуховик, возможно, очень узкий и очень приталенный. Таким образом вы сможете носить расстегнутым вашу верхнюю одежду, ваш верхний слой верхней одежды получается так. Сохранять вот эту многослойность, которая очень актуальна и очень модна, и очень классно смотрится как раз таки на женщинах, от которых, наверное, многие не ожидают, что они будут классно выглядеть и классно одеваться, хотя это не случай талии. Ну и плюс, самое главное, вот эта центральная полоса, она вообще показана всем с 20, начиная, наверное, с 18, начиная, заканчивая тогда, когда женщина выходит на улицу и что-то надевает. Центральная полоса, то есть не застегнутая верхняя одежда, это смотрится очень-очень классно. Это смотрится актуально, потому что, повторюсь, многослойность, это очень структурирует силуэт. Поэтому итальянки старше меня совершенно точно носят брюки, носят вот такие пальто, пальто до середины бедра. Какие цвета предпочитают итальянки элегантного возраста? Они предпочитают элегантные цвета. Очень много светло-серых тонов, очень много светлых бежевых тонов и всех оттенков. Это смотрится действительно очень и очень благородно. Итальянки в возрасте старше меня предпочитают шелковые платки, так же, как предпочитаю их я в свои неполные 40. Это действительно смотрится очень красиво, это смотрится очень статусно, если хотите, это смотрится очень адекватно возрасту, но это смотрится очень просто, красиво и элегантно. Поэтому шейный платок, либо шейный шарф шелковый, соответственно, мы понимаем, что различные размеры, то есть шейный шарф это прямоугольник, а шейный платок это квадрат разных размеров. Он может быть маленький и замотан наподобие бинта, он может быть шейный платок, либо шейный шарф большой, летящий. Все это носят итальянки. В одном из своих видео я показывала, как можно очень классно носить шейные платки, шейные шарфы, прежде всего, накидывая их и надевая сверху верхнюю одежду. Ссылку под видео постараюсь оставить, если вам интересно, а я забыла оставить ссылку, дайте мне, пожалуйста, знать в комментариях. Итальянки в возрасте также любят черный цвет, но носят его достаточно редко. Черному цвету совершенно точно предпочитают темно-темно-синий. И это смотрится действительно потрясающе. От одного байера однажды я услышала потрясающее выражение высказывания относительно темно-синего цвета. Он сказал, что темно-синий цвет это всегда лучше, чем просто черный. Это всегда лучше на женщине, это всегда лучше на мужчине. Я не совсем разделяю его точку зрения, но помню до сих пор это высказывание и часто держу в голове, когда встречаю прежде всего темно-синие вещи. Цвет прямо-таки темного ночного синего неба. Либо когда встречаю женщин и мужчин одетых в темно-синий цвет. Нельзя не признать, что темно-синий цвет действительно смотрится очень и очень благородно. К большому счету все женщины старше меня одеты примерно одинаково, так как я вам описала и так как я вам показываю. Но отличие все-таки между женщинами 50+, между женщинами 70+, имеется. Как это ни странно, женщины чуть моложе возраста старше меня предпочитают спортивную обувь. Я думаю, что это связано как раз таки с тем, что очень много ходят итальянки, я сама очень много хожу, они очень много ездят в велосипеде, даже в возрасте старше меня. А раньше мне это казалось очень странным, теперь я к этому привыкла и в общем-то даже не замечаю действительно итальянок в возрасте, рассекающих на велосипедах, с достаточно большой скоростью. Так вот итальянки предпочитают белую а-ля спортивную обувь, примерно вот такую. Очень-очень похожа, я ее очень-очень много вижу. Не могу сказать, что итальянки 50+, и старше, носят прямо-таки кроссовки. Нет, скорее всего это вот такая, как я люблю говорить вариацию на тему. И как правило, это действительно всегда белая как раз таки обувь. В то время как итальянки гораздо старше меня, они предпочитают обувь туфли на небольшом каблуке. И как правило, это тоже потрясающе видеть, как правило туфли совпадают по цвету с костюмом. То есть если у женщины бежевый костюм, бежевый пиджак, очень популярны твидовые вариации, очень популярны пиджаки а-ля Шанель. То есть прямо-таки на застежке, как у Швейцара. Не хочу никого обидеть, но если вы знаете, то наверняка помните, что как раз таки свой костюм женский, знаменитый Шанель списала. Точнее увидела и вдохновилась, посмотрев на Швейцара, на его вот эту курточку, на блестящие пуговицы, на манеру отделки. Такого костюма, такого точнее рабочего, такой точнее рабочей униформы. Поэтому да, если у женщины пиджак, либо жакет бежевого цвета, юбка бежевого цвета, туфли тоже бежевого цвета. Если пиджак, либо жакет темно-синий, юбка темно-синий, блузка скорее всего темно-синий, итальянки в возрасте очень любят монохром, это смотрится потрясающе. Так вот туфли тоже будут темно-синими. И посмотрите, я недавно обратила внимание, зачастую итальянки компонуют и цвет колготок, к цвету, скажем так, основного костюма. Если костюм темно-синий, колготки скорее всего будут темно-синие. Это потрясающе, я раньше этого не замечала. А вот если костюм темно-коричневый и колготки будут темно-коричневыми, к сожалению, с темно-коричневым цветом не могу вам ставить кусочек, потому что этот кусочек был со стрит-стайла из Венеции. Посмотрите, наверняка он где-то находится, этот кусочек, потому что сейчас все эти съемки, они на компьютере, которые не включаются у меня. Но я своими глазами видела, обратите внимание, это, кстати, будет очень красиво и очень здорово смотреться на женщине любого возраста, в особенности на той, которая вынуждена соблюдать дресс-код. То есть пиджак, костюм, возможно блузка, возможно юбка одного цвета, такого же цвета колготки и такого же цвета обувь. Подобрать такой лук очень сложно, но, как вы видите, возможно. Какие прически у итальянок, которые старше меня? У них примерно вот такие прически, как сейчас у меня. То есть достаточно удлиненная каре, очень ровный срез, у них, опять же, плотные тяжелые волосы. На моих волосах, на славянских волосах очень сложно заметить плотный срез, если волосы не обработаны брашенком, и если мы не прошлись по ним плоечком, то у итальянок с этим проблем нет. У них ровный срез, то есть не срез полукругом. И, соответственно, вот примерно такая длина, слегка-слегка касающаяся плеч, которые я называю шикарной каре. Шикарная каре – это очень классная прическа, ее может позволить себе каждая, потому что легко отрастить волосы, которые бы касались плеч, и легко их поддерживать в достаточно хорошем состоянии, потому что постоянно срезаем длину, и, соответственно, волосы обновляются и очень-очень хорошо выглядят. Итальянки в возрасте 60+, 70+, если я вот прямо-таки могу определить возраст, любят прически, что называется высокие налаченные. Очень часто это все-таки волосы, из-за того, что их становится меньше, они по-другому выглядят. Все-таки это волосы, которые собраны, и, соответственно, достаточно объемная прическа, прежде всего, у лица. Итальянка себе такую делает. Украшения итальянки в возрасте, но я говорю, скажем так, о возрасте 60-70+. Ну что ж, пропустили вертолет. Итальянки в возрасте 60-70+, очень-очень любят массивные украшения, прежде всего, в виде сережек в ушах. Это прямо-таки золото. Кстати, это золото дутое всегда, оно производит впечатление очень массивного золота. Но, тем не менее, это дутое золото, я такие украшения держала. Причем дутое золото делается в любой марке. Возьмем Дамиани, возьмем Тиффани. За Тиффани все-таки не буду утверждать, давно не держала в руках Тиффани подобных украшений. Но мне объяснили, что да, массив не делается, потому что очень сильно тянет ухо. Соответственно, неважно, это, скажем так, какой-то местечковый производитель, без лейбла, без фирмы. Либо это очень-очень известный дом. Если вы себе представите украшения а-ля, а-ля, как были в сериале «Династия», но там очень часто все-таки фигурировала бижутерия, то могу сказать, что подобные украшения, золотое, они всегда дуты. Они никогда не бывают тяжелыми. Но итальянки очень любят такие украшения, прежде всего в ушах. И это смотрится очень-очень здорово, потому что, ну, не знаю, потому что это просто смотрится очень здорово. Ну и плюс это отвлекает все-таки, наверное, от лица. Это отвлекает на нечто красивое. Это очень красивый сам по себе аксессуар. Массивный. Плюс он добавляет некого все-таки света на лицо. Я могу сказать, что блеск у лица в виде очень-очень широких цепей, в виде очень массивных-очень массивных сережек. Это смотрится прежде всего на женщинах, которые старше меня, действительно потрясающе. В отношении браслетов могу сказать, что итальянки сохраняют те браслеты, которые носили, наверное, в возрасте 30-30+. Это всякие кулончики, это различные цепочечки и так далее, и так далее. В том, что касается браслетов, я не заметила у итальянок, скажем так, какой-то особенности. Часы маленькие, часы исключительно женские. Очень часто по часам видно, что они действительно были куплены, что называется, давно. Но в том, что касается того, что непосредственно у лица, итальянки очень любят массивные золотые дуты, либо а-ля золотые, тоже дутую бижутерию. В данном случае, действительно, это все смотрится очень красиво. Итальянки в возрасте не носят полупрозрачный маникюр. Они носят маникюр даже не нюдовый. Я могу сказать, что я обратила внимание, итальянки, как правило, имеют красные ногти в возрасте. Вот примерно такого цвета. Если итальянки, на мой взгляд, меня очень зрители многие поправили, но я все-таки остаюсь при своем мнении. Итальянки 35-40 любят темное, темное бордо, прямо-таки очень винный, насыщенный цвет. То итальянки в возрасте старше меня, они любят все-таки красные ногти. Примерно такого цвета, как сейчас у меня штаны. Кстати, то, как я сейчас одета, это совершенно нормальный стайл для женщины 50+. По поводу 60+, не могу сказать, повторюсь, потому что я себе не могу представить женщину 60+. Я просто вижу, как я уже сказала в начале видео, женщина несколько старше меня. Соответственно, очень сложно мне здесь сказать, в каком конкретном возрасте итальянка так бы оделась. Но то, что итальянки старше меня вот таким бы образом оделись, то есть обтягивающие брюки, очень яркий цвет на брюках, либо, скажем так, даже вызывающий вот такой яркий цвет в той зоне, где, в общем-то, его не должно уже, наверное, быть, это совершенно точно итальянки носят. Ну что ж, мне кажется, для первого видео я максимально много вложила информации. Повторюсь, видео записывается спонтанно. Видео записывалось для меня достаточно сложно, потому что тема, даже сама по себе тематика достаточно деликатная. Женщина элегантного возраста, женщина старше меня. Даже не знаю, на самом деле, как это видео я и назову. Дорогие мои зрительницы, кто старше меня, я желаю вам выглядеть классно, я желаю вам фэшн смелости, которая, на мой взгляд, должна присутствовать женщине в любом возрасте. Вы живете, если вы смотрите меня с территории России, в очень сложном обществе, которое воспринимает любую попытку женщины украсить себя, зачастую достаточно негативно. Это могут быть 30 лет, когда у тебя дети, зачем ты вырядилась. Это могут быть 40 лет, когда у тебя уже внуки, либо вот-вот будут внуки, зачем ты опять так вырядилась. 50-60 лет и опять, ну что ты поднарядилась. И очень многие прямо-таки свои комментарии, свои вопросы заботливые, не могут при себе оставить. Но помните, что есть женщины, одинаковые с вами по духу. Они тоже живут в России, им тоже нравится одеваться. И, возможно, как раз-таки вы станете для них примером, станете для них примером прежде всего для подражания, потому что женщина, если хочет себя украшать, она, конечно же, должна это делать. Желаю всем хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова